Impossible Foods — один из главных производителей искусственного мяса. Но как им удалось сделать своё растительное мясо таким же, как настоящее? И почему растительное мясо спасёт природу? В рубрике «Дизрапторы» ребята из United Traders рассказывают о том, как технологические компании меняют этот мир. Ссылка в описании. На протяжении многих эпох человек пытался понять, как устроен окружающий космос. Если сто лет назад эта информация была доступна нам только в теории, то сегодня изображение ближайшей части Вселенной известно благодаря телескопам. По мере того, как картина ближайшего космоса становилась всё более подробной, взор наблюдателя неминуемо сталкивался с объектами, природу которых объяснить уже не так просто. И многие из них до сих пор способны поставить в тупик всё научное сообщество. Представьте себе один из самых экзотических объектов во Вселенной. Небесное тело, аналогов которому до сих пор не знает наша наука. Двойную систему, выпускающую потоки вещества, скорость которых достигает 1 четвёртой от скорости света. Или микроквазар, под названием СС-433. Как правило, микроквазары представляют из себя рентгеновские звёздные системы, состоящие из двух компонентов. Первым из них является обычная звезда вроде нашего Солнца. А вторым – компактный объект, например, чёрная дыра или нейтронная звезда. В таких микроквазарах происходит постоянная аккреция материи на компактный объект, сопровождающийся периодическими выбросами струй вещества с околоцветовой скоростью. Эти выбросы называются джеты, и по своему описанию они очень напоминают процессы, происходящие в классических квазарах. Только если в последних они происходят не так часто, то в микроквазарах из-за более маленькой массы джеты могут образовываться практически каждый день. Основное отличие микроквазаров от обычных квазаров заключается в их массе и частоте выброса джетов. Например, масса компактного тела у них значительно меньше, чем у обычных квазаров, и всего в несколько раз превышает массу нашего Солнца. Для сравнения, средняя масса сверхмассивной чёрной дыры в центре квазара достигает примерно 100 миллионов масс Солнца. А масса предполагаемой чёрной дыры в центре СС-433 вероятнее всего равняется всего лишь нескольким десяткам масс Солнца. Кроме того, аккреционный диск микроквазаров имеет очень большую яркость и излучает как в оптическом, так и в рентгеновском диапазонах. Обычный квазар представляет из себя астрономический объект, обладающий, как правило, самым большим показателем яркости в известной Вселенной. По современным представлениям, такие небесные тела являются активными ядрами галактик, в которых сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск. Диск же является источником очень мощного излучения, которое иногда в сотни раз превышает суммарную мощность всех звёзд в такой галактике, как наша. На данный момент науке известно уже более 200 тысяч открытых квазаров, и некоторые из них мы можем увидеть на нашем небе даже без использования телескопа. И если сравнить это число со списком открытых микроквазаров, то чистота обнаружения также будет одним из основных отличительных свойств. Ведь на данный момент нам известно лишь несколько подобных объектов. Впервые микроквазар был обнаружен в 1978 году, когда два астронома из Кембриджского университета, занимаясь поисками остатков сверхновых, зафиксировали в созвездии Орла источник необычного радиорентгеновского излучения, названной впоследствии СС-433. Данный объект является затменной рентгеновской двойной системой, один из компонентов, который, скорее всего, является чёрной дырой. Второй компонент – это звезда спектрального класса А, то есть карликовое светило главной последовательности, имеющее белый цвет. Вероятнее всего, эта звезда имеет массу в 10-30 раз превышающую массу нашего Солнца, и, возможно, на более ранних этапах своего развития звезда была значительно тяжелее. Температура её поверхности предположительно может равняться от 7000 до 11500 Кельвинов, так как именно этот температурный диапазон свойственен звёздам данного класса. И благодаря именно такой температуре звезда может иметь свой бело-жёлтый оттенок. А если сравнивать объект с ближайшими к нашему Солнцу светилами, то к такому же классу принадлежат Сириус, Альтаир и Вега. СС-433 лежит внутри остатка сверхновой W-50, которую также иногда называют туманностью Ламантина. Возраст этой туманности оценивается приблизительно в 20 тысяч лет. А её расстояние до Земли равняется примерно 18 тысячам световых лет. Джеты СС-433 искажают оболочку данной туманности. Кроме того, существует теория, согласно которой W-50 и СС-433 являются родственными объектами, которые сформировались из одной и той же сверхновой, взорвавшейся предположительно около 20 тысяч лет назад. Оба объекта в системе обращаются вокруг общего центра масс за 13,1 дня. Система СС-433 имеет очень интересное строение, в котором оба компонента постоянно взаимодействуют друг с другом. Вещество от второго компонента, то есть от нормальной звезды, перетекает на первый компонент, предполагаемую чёрную дыру, и образует вокруг него аккреционный диск. Закручиваясь, вещество в этом диске сильно нагревается и излучает в рентгеновском диапазоне. Часть этого вещества покидает систему в виде двух джетов, скорость которых равняется приблизительно 26% от скорости света, или 79 тысячам километрам в секунду. В 2019 году при помощи обсерватории ALMA астрономам удалось получить подробное изображение СС-433. Рассмотрев структуру выбросов, стало понятно, что сами джеты у микроквазара крайне узкие и имеют неравномерную структуру, в которой прослеживаются узлы. Дальнейшие исследования объекта помогли выяснить, что искривлённая форма джетов – это результат прецессии, то есть процесса, когда струи медленно поворачиваются вокруг своей оси. Размер же в поперечнике обоих джетов, которые исходят от микроквазара в две противоположные стороны, превосходит диаметр Солнечной системы примерно в 5000 раз. Благодаря относительной близости к Земле СС-433 является особенно ценным объектом для учёных, изучающих феномен микроквазаров. Изображения ALMA позволили впервые увидеть его джеты. И благодаря этому выяснилось, что направление таких струй не остаётся постоянным, так как они, подобно замирающему волчку, медленно поворачиваются вокруг оси – перпендикулярной плоскости аккреционного диска. Ещё один примечательный аспект изображений ALMA заключается в том, что форма СС-433 была детально предсказана благодаря спектроскопическим измерениям, выполненной на телескопах Global Jet Watch ещё в 2018 году. И практически полностью соответствует новым изображениям, подтверждая, что система СС-433 действительно имеет форму, напоминающую штопор. Возникновение таких джетов не является редким явлением во Вселенной. Как правило, струи плазмы, которые также называют релятивистские струи, вырываются из центров активных галактик, квазаров и радиогалактик. Обычно у подобного джета наблюдается две струи, которые направлены в противоположные стороны. И именно такую же картину мы видим, наблюдая за СС-433. На данный момент джеты остаются практически неизученным явлением. Причиной их появления считается взаимодействие магнитных полей с аккреционным диском вокруг чёрной дыры или нейтронной звезды. А их размеры могут превышать все мыслимые ожидания. Например, в радиогалактике 3С120 джет простирается как минимум на несколько килопарсек в сторону от своего источника. Вполне вероятно, что в будущем из-за слияния компактного объекта обычная звезда в системе СС-433 полностью потеряет свою внешнюю оболочку. При этом её ядро будет оставаться горячим, что даст основание классифицировать это светило как горячий субкарлик. Затем звезда будет постепенно поглощаться чёрной дырой. И рано или поздно, когда этот процесс завершится, система СС-433 примет классический облик, в котором останется только компактный объект. Безусловно, процесс эволюции данной системы займёт не одно тысячелетие. И у нас ещё долгое время будет возможность изучать это космическое явление. И пока жизнь микроквазара СС-433 будет продолжаться, мы ещё не раз сможем провести более подробные наблюдения, чтобы понять природу этого объекта. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok